всем большой привет всем здравствуйте спасибо большое что зашли на это видео ребят я приглашаю вас сегодня на свой второй отчет моего проекта project pen люкс который я веду у себя на канале это второй проект по использованию косметики в котором участвует только люксовый ну как бы я стараюсь только люксовые средства использовать у меня есть очень хорошие результаты в этом месяце неожиданно я сама даже не могла поверить что столько пустышек будет ко второму отчету в левой части экрана как обычно я вам показываю то что у меня закончилось за это все время можно сказать за пару месяцев и в правой части будет небольшой прогресс давайте начнем но прежде всего я хочу показать наверное будут вопросы по моему лаку вот такой вот желтый очень красивый яичный оттенок это у меня здесь марка кика и оттенок по моему 336 ну вот честно говоря он стерся вот в этой части он должен быть но мне кажется у кика этот версии smart по моему один единственный желтый лак вот он у меня уже тоже кстати подходит концу буквально там наверное на один маникюр или даже педикюр останется это вот по поводу лаков кому интересно так давайте начинать посмотрим что у меня закончилось сразу же всходу можно так сказать это была вот эта помада наконец-то я ее вывела сколько я с ней боролась вы не можете представить наверное те кто впервые на моем канале но пару лет мне понадобилось на то что полностью ее как-то закончить это моя mac помадка в л в теди мини версия и вот так вот выглядит сейчас это пустая баночка я очень-очень рада и я скажу что 34 раза мне потребовалось для того чтобы полностью закончить конечно же 34 раза это не полностью вся помада вести к но это где-то вот за пять месяцев проекта вот и получается что до этого она тоже у меня была в ходу практически год здесь я даже выковырила внутренние вот эти остатки мне нравится цвет он хороший в принципе мне подходил именно на загорелую кожу и я с удовольствием ей пользовалась в общем у меня есть уже большой формат этой помадки я не знаю как я буду его использовать но хоть какая-то такая миниатюрка уходится из моей коллекции я этому не сказанно рада здесь конечно такой может быть немножко как читерство что ли потому что есть некоторые продукты которые в очень маленьком формате допустим как вот эти два давайте продолжим вам показывать еще одну пустышку это мой блеск от shiseido который в оттенке 07 по моему он назывался shinku red вот такой вот блеск для губ с небольшими золотистыми блестками имел красный оттенок и он закончился для того чтобы полностью израсходовать миниатюрку вот эту здесь 2 миллилитра мне понадобилось 28 раз 28 использования это в принципе много по моему здесь 2 миллилитра я помню что в первом отчете у меня была ровно половинка этого блеска и потом в общем то я вот этот месяц и буквально эти крайние наверное полтора месяца очень активно на него нажимала я не советую честно говоря этот продукт он немножко растекался оттенок этот быстро пропадал с губ оставался такой более влажный конечно приятный золотистый шиммер но небольшой влажный эффект тоже сохранялся на губах ну вот если вы хотите именно его использовать как что-то такое с оттенком то это точно нет он немного липкий но достаточно комфортный сходит с губ постепенно цвета толком не дает ну и в общем среднячок и не совсем мой любимый формат я как-то люблю тогда уже что-то что больше придает цвета губам или имеет какой-то более насыщенную интенсивную в себе базу а вот такой вот полупрозрачная с тентующим эффектом это совершенно не мое и вот тем более красные цвета очень сложно честно говоря как-то вот лично мне носить на губах 2 блеск который у меня здесь лежит который тоже подошел концу чему я несказанно рада это будет сифора версия глост и у меня здесь оттенок 120 fly точно такая же ситуация была здесь была половинка на момент первого отчета и я очень рада что у меня полностью закончился вот я даже выбрал здесь ограничитель пыталась его доковырять и мне потребовалось для того чтобы его закончить 31 раз мне кажется это очень много для такого маленького количества до здесь было как-то много достаточно использований в принципе блеск этот был неплохой он точно также быстро очень пропадал с губ немного был липковат стирался не давал интенсивного насыщенного цвета ну вот такой вот знаете как больше баловство наверно был хорошо кстати работал именно поверх других плотных матовых помад ну а сам по себе такой очень очень легкий не только по текстуре но и по насыщенности цвет достаточно комфортно и в принципе можно было бы наверное еще раз купить но мне не понравилось то что он вот так вот немного плешивил как бы на губах то есть не было однородности какой-то закончила да получается целый месяц можно вот пользоваться такой вот миниатюркой наверное я брать его точно пока не буду у меня слишком много всего другого в коллекции но было интересно узнать что вот да вот этот получается за 28 раз а вот это за 31 закончился то есть представляете как мало и медленно идут такие блески так дальше давайте пойдем наверное еще по четвертому продукту тоже который у меня закончился в этом месяце я тут уже немного подковыривала доковыривала но в принципе уже наверное не стоило это делать это мой бальзам от pet magrat версии нуар там всего лишь два оттенка у нее на сайте есть я выбрала который без блесток который просто был такой вот темный черный и вот так вот выглядит моя пустая баночка сейчас здесь ничего не осталось небольшой кусочек у меня был чуть больше был чем помада mac и я рада что он выпадает из моей косметички для того чтобы закончить мне потребовалось 114 раз вот я считала даже те использования которые я тут ковыряла вот еще можно видеть что там может быть что-то по стенкам можно насобирать но это уже неудобно до бальзам конечно такой был очень красивый в принципе увлажняющий но я не скажу что это must have опять же за такую сумму которую pet берет я не буду точно покупать потому что мне кажется увлажнение которое он дает она не максимальная не такое интенсивное как могло бы быть и допустим те же бальзамы от birds без они гораздо более комфортные гораздо дешевле могут обойтись вам вот так что да вот такая вот пустышка очень красивая упаковка я не знаю можно ли тут ее развинтить и купить какой-то рефил наверное нет но это качественная хорошая упаковка от pet вывела этот бальзам из своего оборота и мне очень радостно от этого далее давайте продолжим по пустышкам уже для лица что у меня получается здесь тут два консилера небольшие победы я так считаю первый из них это будет вот такой вот консилер от киви дикит ванди это еще старая версия локит у меня здесь был оттенок м29 neutral и я рада сообщить что за 33 раза я смогла закончить 33 раза не весь продукт полностью то есть я его использовала в прошлом году и сколько-то там если все посчитать то скорее всего где-то я думаю 50 раз наверное займет для того чтобы закончить и вот 33 раза это было за весь вот этот период начиная с января я его подмешивала в более светлые консилеры наносила очень аккуратно потому что то он был темный это совершенно не мой оттенок ну точнее он был моим когда было жаркое лето и у меня был загар и вот сейчас здесь вы можете видеть что я выбрала и ограничители на донышке там тоже ковыряла в общем ничего не осталось консилер мне понравился он был плотный можно сказать такой от среднего к плотному покрытия стойкий не сушил зону под глазами хорошо перекрывал прыщики и был достаточно такой густой кремовый я бы наверное повторила его вновь но мне пока не нужны никакие консилеры но в принципе я скажу что в продукт достаточно неплохой я помню что покупала его у нас сифоре по хорошей скидки и второй консилер который у меня закончился тоже буквально недавно это уже мой любимчик это пэт здесь стерлась вообще все название тут стеклянная красивая банка на прошлом отчете я была вот на этой отметке 2 их здесь совершенно ничего не оставалось но я скажу что мне достаточно много потребовалось для того чтобы закончить даже такое маленькое количество всего 43 раза но это понятно наверное я думаю что вот этим как раз таки консилером я воспользовалась в районе 100 раз потому что я в прошлом году его очень очень активно использовала и 43 раза это было именно за вот этот весь период то есть с начала января мне кажется здесь экономичный продукт который вы можете когда-либо встретить очень плотный пигментированный хорошо перекрывает мне ничего не сушит хорошая линейка цветов у пэт я даже достала ограничители еще на на месяц какой пользовалась тем что там оставалось и мне очень понравился этот продукт я бы с удовольствием его повторила скорее всего так и сделаю когда будут скидки у пэт на сайте и я удивлена насколько мало его надо для того чтобы хорошую такую большую обширную зону перекрыть там под глазами или если много прыщиков то действительно он и стойкий и хорошие и смотрится хорошо вместе с пудрой так что вот это такой любимчик однозначно поэтому тоже его ковыряла уже там полностью до последней капли ну и последняя седьмая вещь которая у меня здесь есть это будет вот такая вот пудра от худо бьюти это мини версии и baby бейк луз бекинг паудр и такая в общем закрепляющая пудра для жидких тональных основ или если вы любите делать бейкинг то она тоже прекрасно подойдет у меня здесь оттенок pound cake мне честно говоря он пришел по ошибке сайта called beauty но я в принципе не против потому что оттенок был можно сказать прозрачным и мне он очень нравился вот здесь была вторая засечка это был момент первого отчета и я закончила но достаточно большое количество мне кажется я пользовалась постоянно этой пудрой мне очень очень нравится ее не только ароматный эффект и в общей сложности вот такая миниатюрка уходит за 57 раз то есть практически два месяца можно пользоваться вот такой вот мини баночкой по-моему это очень здорово я не использовала вот эту пуховку но я была очень довольна именно самой пудрой как бы когда высыпала ее в большую банку по чуть-чуть смешивала потому что с этой вот лора и мерсье вот здесь еще видно что немного осталось мне уже ничего не могу оттуда вытрясти это очень неудобный наверное формат и принципе я уже купила себе новую точно такую же и взяла даже вторую для того чтобы смешивать в банана кейк по-моему там и называется в общем два теперь новых у меня оттенка тоже есть но продукт экономичный прекрасный очень хороший советую абсолютно точно мне очень понравилось и как бы дохода молодец так предлагаю пройтись теперь по правой части что у меня здесь происходит и начать я хочу как всегда с двух продуктов которые с возможно не то что минимальным прогрессом но с тем что нельзя никак отследить и я уже упомянула что вот эту вот пудру я использовала вместе с вот этой рассыпчатой от лора мерсье к сожалению это не мой любимый формат и не моя любимая пудра она у меня версии translucent вот такая вот но она к сожалению имеет вот этот вот желтый glow то есть такое вот сияние которое совершенно не пригодна для моего лица потому что ну и так у меня жирная кожа плюс еще вот это сияние придает конечно совсем такой нездоровый желтый вид лицу и поэтому с трудом я ей пользуюсь сама пудра неплохая но вот именно этот сияющий эффект он абсолютно не очень как-то здорово смотрится на лице вот я продолжаю ей пользоваться сейчас она на отметке 52 раза это все использование за весь этот период и 19 раз я воспользовалась за где-то полтора два месяца вот ей пережила она почти что ходину пудру но я просто чуть меньше ей пользуюсь я не знаю будет ли там видно где-то у меня нет весов и я поэтому так просто на глаз смотрю что конечно появляются какие-то дырочки там уже вот в упаковке то есть она видно что расходуется возможно скоро тоже подойдет к своему финалу но так как я повторюсь я ее очень очень аккуратно использую то конечно же возможно она будет чуть дольше в моей коллекции и еще второй продукт это будет лайнер от тома форда в черном оттенке который тоже еще пока рисует все как прежде все хорошо не вижу пока никаких проблем с ним оба кончика хорошо работают я им воспользовалась 56 раз вот пока что его хватило я не вижу никаких не засыханий ничего в итоге за последние вот эти до месяца два всего лишь девять раз как-то мало но мне кажется я вот еще его как будто бы экономлю потому что продукт действительно очень очень хороший и классно то что он подсох и перестал мне затекать морщинки и еще одно средство которое я экономлю это будет вот это вот блюрящая пудра от пэт маград из версии скин фетиш sublime perfection оттенок medium я тоже очень аккуратно ей пользуюсь как-то берегу ее не знаю зачем я вижу что небольшой результат появился вот с этого краешка и конечно же очень видно что я стерла в 0 возвышение но все равно пудры еще пока есть со мной 25 раз за все время я и воспользовалась из которых восемь за последнее время но все равно я скажу что конечно же было гораздо больше использований по факту но минус еще и и в том что она очень разлетается она такая прямо вот отваливается от этой упаковки чуть вы прислоняетесь кистью она прямо вот везде разлетается по всем сторонам так продолжаю дальше что у меня еще поговорим наверное немножко про пудру которую я использовала уже чуть меньше всего лишь 29 раз это будет моя glow wish от huda beauty вот такая вот версия luminous в оттенке 04 light medium ну да за последнее время только 7 раз ей воспользовалась но мне кажется все равно будет заметен результат потому что я чуть-чуть увеличила это донышко пудра мне в принципе нравится если ее смешивать с другими сухими тональными основами допустим от кика самостоятельно она конечно делает самовар это точно очень она такая яркая но сейчас мне этот оттенок максимально мне кажется подходит я ее смешиваю потому что не могу к сожалению до видеть на своих расширенных порах вот этот блестящий эффект поэтому она у меня очень аккуратно идет ну и в принципе я и ожидаю что где-то за 30 раз наверное перевалит вот в принципе я ей довольна если бы не было этого сияния мне кажется это была бы просто идеальная пудра и еще одна тональная основа которая у меня тоже пока в ходу это вот это вот от шоссе до синхро скин у меня версия 230 alder и вот к сожалению с первого отчета прошло буквально чуть-чуть вот здесь сейчас я засечку поставила я воспользовалась этим тональником всего лишь 49 раз пока и 10 раз наверное за этот месяц к сожалению это очень-очень мало я думаю что здесь еще конечно много всего мне впереди останется использовать но мне кажется что немножко стал светловат не оттенок и она как будто бы вот немного желтит на лице я не могу от этого уйти какое-то чувство что все время становится лицо особенно по прошествию там шести-семи часов чуть-чуть желтым но я так понимаю что она реагирует непосредственно и на уход и на какие-то извне ситуации и поэтому ее стараюсь аккуратно наносить активно распределяю блендером по лицу и всего лишь двух нажатий нужно для того чтобы полностью было такое достаточно хорошее легкое к среднему покрытие тональная основа сама по себе очень даже хорошая просто мне кажется что немножко да вот это время сейчас летняя когда быстро загар прилипает к телу то вот надо как-то максимально стараться ее использовать так как ну давно она у меня уже в косметичке лежит где-то наверное около двух лет я думаю что за этот год я должна хоть как-то смешивая или как ее однозначно вывести так теперь давайте поговорим еще про пудрой и палетку который уже будет интереснее наверное вам смотреть вот такая вот палетка от our глаз это у меня ambient lightning edit версия unlocked самая первая самая старая и здесь у меня тоже небольшие есть результаты конечно не такие феноменальные как хотелось бы но мне кажется тоже есть на что посмотреть 59 раз я воспользовалась этой палеткой в общей сложности и 13 из них за полтора месяца это очень мало но у меня так как второй проект еще идет и плюс я использовала какие-то новые продукты в общем немножко в стороне осталась данная палетка но я все равно не переживаю так как мне кажется заметно что я очень хорошо поработала над оттенком diffuse light который практически уже стирается так хорошо со дна бронзер самый наверное неубиваемый очень мало его надо я надеюсь будет заметно также что там немножко плоская стала это возвышенности сам по себе он уменьшается румяна мне очень нравится вот эти вот которые напоминают оттенок от марс оргазм но такие более наверное в светлой версии и вот эти такие поярче немного если смешивать с бронзером становятся рыжими не совсем не нравится вот этот цвет но я стараюсь все равно его потихоньку задействовать скажу что самый неубиваемый это здесь хайлайтер я его использовала очень часто прямо вот наверно больше всего конечно я стараюсь всегда использовать всю палетку полностью если беру ее новый хайлайтер да я вижу что вот здесь уже есть какой-то донышко сам по себе он конечно пока еще очень живучий и это та палетка которую вот вы знаете можете не знаю там с утра в темноте накраситься и можете быть уверенными что все будет шикарно смотреться так что я конечно с удовольствием ей пользуюсь но удивлена что даже за 59 раз пока такого наверное какого-то значительного прогресса я не вижу ну еще давайте покажу раз рядом лежит мою палетку от худа это та палетка тени которую я использую в этом проекте это gold версия специально выпущенная для called beauty я ей тоже мало пользовалась но результаты однозначно есть вот так выглядит сейчас палетка я ее задействовал за это время 26 раз всего лишь и за полтора месяца где-то 12 то есть это очень очень мало вы наверное видите что у меня здесь разваливается полностью эти мои золотые оттенки я стала их более аккуратно набирать на кисть потому что они очень высохли и вот как-то совсем поэтому рефилу отваливаются мне кажется здесь конечно тоже будет заметно что он палетка уходит на глазах я помню что у меня было донышко в четырех оттенках в двух золотых я однозначно увеличила в розовом оттенке то же самое удалось сделать далее вот в этом платиновом опять же мне кажется совсем такая была крошечная дырочка но сейчас уже гораздо больше и лучше выглядит и я еще дошла до дна в самом светлом и наверное вот тут будет незаметно но вот в этом крайнем верхнем розовым там тоже есть такая мини-мини как знаете зубная дырка вот она очень маленькая но я вижу что она там есть надеюсь что будет она чуть больше уже к следующему отчету да здесь очень очень мало продукта буквально 5 грамм и конечно же вот если смотреть сами вот эти вот рефилы они вообще не глубокие они такие вот знаете маленькие то есть принципе если хорошенько пальцем нажать мне кажется можно продавить вообще все эти тени мне нравится макияжа которые с ней получаются это такая знаете ну не замысловатая палетка очень быстрые они светлые хорошие идут голубым глазам также кстати да я вот пробила донышко еще и в этом оттенке он очень красиво смотрится во внутреннем уголке глаза и вот этот мне кажется можно вообще бы было задействовать как румяна я в принципе с удовольствием пользуюсь этой палеткой один момент который меня здесь не совсем устраивает это конечно сухость вот этих золотых и вот в этом середине в центральном оттенке есть крупные блестки которые уже пару раз не попадали в глаз я с ними немного мучилась но так в принципе палетка на мой взгляд неплохая тени это стандартное качество для худы да я думаю что смогу ее закончить потому что не мучаюсь с ней и вот даже честно говоря бил беру гораздо чаще в руки чем свои палетки из project pen astorio и последнее что у меня здесь осталось для того чтобы отчитаться это будет карандаш от urban decay который я взяла в прошлом отчете в проект он добавился в оттенке demolition это 24 на 7 это глайд он а и пенсел стандартные классические карандаши от urban decay я им немного пользовалась 11 раз но как сейчас помню три где-то раза я его точно затачивала надеюсь там будет заметен хоть какой-то прогресс но он тоже постепенно идет он коричневый он достаточно стойкий я не скажу что он долго держится на слизистой то есть карандаши от вайкон версии long lasting гораздо более стойкие чем вот этот но им хорошо делать базу подложку хорошо прорисовывать межресничку именно если надо подчеркнуть верхний ресничный край но в принципе такой да неплохой товарищ мне нравится я не спешу его использую тоже в удовольствие и очень надеюсь что смогу карандаши эти закончить побольше их вообще в этом году так как конечно у меня обширная коллекция так ну что давайте приступим к подборке новых косметических продуктов дальше у меня значит закончилось всего семь вот этих пустышек и я предлагаю добавить 7 новинок так долго я думала но собрала вот такую вот котом очку да я решила не показывать уже процесс но у меня есть небольшая подборка который хочу с вами поделиться и первым делом добавляю в проект вот такую страшную упаковку на это как бы просто внешняя упаковка у меня в ней хранится одна из моих любимых тональных основ от фэнти вот такая вот туба очень похоже на эстелаудер футурист но я обожаю эту тональную основу очень люблю именно вот этот формат вообще когда тональники так делают в такой версии у меня здесь значит про фильтр hydrating long wear foundation вот это вот увлажняющая основа в оттенке 260 который мне кажется сейчас мне должен ну просто идеально подойти я уже побольше загорела я думаю что она мне будет прекрасно сейчас и я хочу ее полностью закончить потому что она у меня тоже достаточно давно уже в косметичке лежит здесь в принципе такой вот знаете ну наверное половина может быть даже больше израсходованы я так понимаю что они вот худеют эти основы когда уменьшается их количество и я начинаю с такого конечно буду продолжать считать тут будет не совсем точное количество использований но я хочу вывести ее пока есть такая возможность вот вы видите сейчас свет он немного со временем темнеет но меня в принципе устраивает как она сидит на коже она очень стойкая она прекрасно переносит жару идеально для жирной кожи комбинированный если только вас не смущает такой активный аромат такого знаете как ванили химической ванили то в принципе все с ней хорошо вот добавляю значит такую основу далее к основе я решила взять еще одну пудру сейчас у меня будет такой парад всего чего вот решила выбрать то что уже давно лежит в закромах и это конечно же будет вот такая вот крутая скажем так люксовая пудра от pet magrat skin fetish опять же sublime perfection фиксирующая так жидкие тональной основы пудра у меня здесь оттенок 2 light medium и я хочу попробовать ее тоже закончить здесь кстати самая такая наверное простая упаковка для пет это пластмасса очень легкая такая вообще не люксовая совершенно не кажется что это у вас основу от pet в руках но здесь практически полный продукт наверно один или два раза ей всего лишь пользовалась за всю жизнь вот так вот выглядит она из конечно же тоже будет мне сложно ее как-то считать смотреть прогресс именно смотреть потому что я не беру пока весы в этом проекте а будем просто наверное ориентироваться на то количество пудры которая находится в банке я надеюсь визуально мы сможем отследить она очень мелкая она очень приятная такая на ощупь я надеюсь что она будет хорошо ладить с жидкими тональными основами не слишком давать вот эту желтизну которые еще здесь вижу но я ее беру специально в компанию для того чтобы использовать продолжает лору марсии иначе саму по себе я точно не смогу задействовать поэтому до начинаю с полной банки вот такой вот сухой пудры далее третий продукт который я хочу взять это будет еще одна штука от фэнти да я решила немножко пойти проредить свои залежи фэнти бьюти у меня здесь вот такой вот глаз бамп крем это типа как помада но такая как бы как помадный крем я даже не знаю как это назвать как по мне это просто блеск с хорошим цветом оттенок у меня здесь фэнти glow 02 мне кажется я его как-то брала при заказе сайта фэнти и использовала точно помню один раз очень красивая большая банка здесь все конечно здорово выглядит мне кажется этот оттенок будет максимально хорошо мне подходить беру его потому что в связи с тем что наши элайнеры у меня все помады практически отпечатываются не знаю почему но вот хочется носить именно блески пока потому что я их смогу наносить чуть чаще на губы чем я это делаю с помадами и здесь такой вот хороший красивый пыльно-розовый цвет очень нейтральный не знаю маски отменили и мне кажется что вот хочется сразу что-то такое знаете блестящее не матовая наносить и радоваться пока есть такая возможность так что практически полный тоже наверное пару раз им пользовалась обязательно это отфиксируем и буду начинать вот такой вот банки посмотрим как он пойдет я слышала что некоторые девчонки жалуются на его аромат и привкус но я не помню за те пару раз что я носила что какие-то были проблемы так что да беру тоже свою косметичку и последний третий продукт который я но не то что последний а пока из фэнти бьюти хочу добавить третий продукт который тоже думаю что стоит наверное внести в свой проект это будет вот такой вот бронзер версия sun stalker от рианы опять же у меня здесь классический оттенок 01 in the sun абсолютно почти что новый я им конечно же пользовалась наверное ну может быть раз десять каких от силы за все время практически новым могу его посчитать но я скажу что здесь такой немного светловатый оттенок что меня пока смущает но я надеюсь что я смогу его задействовать посмотрим конечно как пойдет если будет слишком светлым то конечно я его поменяю стерлась у меня тиснение здесь были две буквы из логотипа от рианы и это хороший оттенок который подойдет мне кажется абсолютно всем славянского типа девчонкам потому что он достаточно нейтральный такой чуть более холодным по тоном очень приятный сухой и были какие-то нарекания на него что он пляшевит но в принципе можно растушевать поэтому хочу до его использовать здесь еще наверное я жульничаю что ли потому что всего лишь 6,23 грамма продукта в нем это для меня очень мало мне кажется это конечно да такой вот продукт знаете на два-три месяца при активном использовании но посмотрим что будет дальше время покажет у меня бронзеров можно сказать мало осталось так как в втором проекте основная часть бронзеров подходит концу хочу взять вот этот и как раз таки буду его с огромным удовольствием использовать так сегодня отчет затянется надолго еще три продукта я добавляю так первый из них хочу взять вот такую вот базу это моя новинка которую я получила в подарок при заказе с у вас у когда была в корее здесь у меня вот такая вот светло-фиолетовая база под номером 02 от салвасу написано что она perfecting в лбс я не пробовал никогда их базы консультант не положила я очень была рада что она добавила к моему заказу вот такую вот миниатюрку она фиолетовая не знаю почему она мне решила выбрать вот эту вот базу но что мне здесь нравится это то что здесь небольшой spf по моему 29 до есть составе попробую и наносить на лицо посмотрим как она будет впитываться вроде как понятно что фиолетовый этот финиш растушевывается и не так будет заметен и под жидкие тональной основы я думаю буду ее наносить вот надеюсь что быстро закончу в принципе чувствую что очень приятные такие ощущения от ее нанесения но посмотрим так что вот эта база у меня попадает в проект тоже еще один продукт который я привезла из кореи не совсем наверное будет люксовый но я хочу его тоже сюда попытаться добавить это будет вот такой вот карандашик от этюд house версия bear edge для бровей в втором по моему оттенки мне кажется он был а нет оттенок 04 light brown вот там вот написано я его еще даже не открывала сейчас открываю при вас вот так вот выглядит сама упаковка я надеюсь что здесь нормальное количество продукта он закручивается да он закручивается то есть я могу его выкрутить очень похож на микроматик вот эти вот карандаши такие вот совсем тоненькие от различных мне кажется российских брендов я видела не могу сейчас вспомнить название но в общем посмотрите какое здесь огромное количество вот все карандаша это очень-очень много тоненький грифель оттенок по моему шикарный такой холодный толповый цвет и вот с такого количества я начинаю посмотрим как он будет сидеть на бровях как вообще будет качество но здесь до приличное количество может быть это не совсем опять же какой-то люксовый продукт но хочу его добавить да пока он новый мне что-то надо для бровей потому что у меня все закончилось и я думаю что это средство тоже мне подойдет ну и последний лот который добавляю седьмой это наверное знаете такой давно забытая старая хорошо забытая старая но я думаю что пора вернуть эту помаду все-таки в свой расход надо мне что-то делать надо что-то да как-то ее заканчивать моя многострадальная помада от charlotte tilbury в оттенке pillow talk уже наверное там все стерлось я мне кажется два года пытаюсь ее закончить ну вот точно да это опять же не новый продукт с которым я уже участвовала в прошлом году в проекте 100 использований эта помада как раз таки там у меня была и вот кстати выглядит вот так 100 использований вот этой помады так что я точно знаю что начинаю с отметки 100 вот такое количество осталось я думаю что если еще поковырять то точно можно наверное за 150 перевалить это очень пигментированная помада она очень яркая она мне я надеюсь сейчас будет чуть лучше как-то смотреться в связи с загорелой кожей но да я мучилась честно говоря с ней но если что буду опять же ее с чем-то сочетать более светлым это в принципе хорошее качество если вы хотите долгоиграющий продукт то однозначно присмотритесь но да мне очень тяжело было с ней но я хочу ее вернуть и закончить уже в этом году полностью потому что такие огрызки нет смысла конечно держать в косметичках вот так что седьмой продукт я добавляю и таким получается мой второй отчет что ребята большое спасибо что оставались со мной спасибо всем кто досмотрел до конца это видео я хочу пожелать вам только самого хорошего настроения всем прекрасной недели мира здоровья добра всем только позитивных событий и улыбок ну а я на этом конечно же не прощаюсь мы с вами скоро увидимся всем пока